Ну что ж, добрый день, спасибо, что вы еще здесь. Действительно воскресенье, 5 часов вечера, кто бы мог подумать. Действительно энтузиасты. И теперь мне надо за 10 минут рассказать, что же такое идеальный исследовательский центр. Когда мы с Артемом Николаевичем обсуждали этот вопрос, он сказал, на 10 ли минут презентации. Я сказал, я попробую. Но, вы знаете, я хотел бы с чего начать. Во-первых, хотел действительно начать с того, что же такое качество. Потому что наша сессия качеству посвящена. И вот какой я хотел бы вопрос задать вам всем. Как вы думаете, что является одним из таких принципиальных препятствий, которые мешают нам работать качественно? Ресурсы. Еще есть какие-то варианты? Вот, вот, я о ней. Да, я как раз хотел сказать, что наше собственное эго зачастую мешает нам. Я хотел вам привести пример. Моя презентация называется «Идеальный исследовательский центр». И, ну, смотря на название, можно подумать, а что не так с нашими исследовательскими центрами. Я хотел бы попросить поднять руки представителей исследовательских центров, которые здесь есть, если можно. Ну, видите, у нас очень много. Но у нас же хорошие центры, правда? Да, мы все очень хорошие. Но я вам могу сейчас на очень простом примере показать, что каким бы мы ни были хорошие, как бы мы ни старались, ошибки будут. Но если мы в состоянии справиться со своей человеческой природой, то качество будет лучше. У вас у всех есть вот такая замечательная книжка, да? Я могу вас попросить открыть ее на странице, которая, номер 5, которая посвящена нашей сессии. И скажите мне, пожалуйста, есть ли там какие-то... Время, да? Обратили внимание? Я ни в коем случае не хотел обидеть организаторов. Я даже хочу поаплодировать организаторам. Я надеюсь, вы меня поддержите, потому что это огромная работа. Вот такой замечательный буклет сделать. Но наша жизнь такая, что как бы мы ни старались, все равно ошибки мы делаем. Но поддерживая друг друга, мы действительно сможем это минимизировать. Я действительно хотел бы поблагодарить организаторов за этот замечательный круглый стол. И поаплодируйте со мной, пожалуйста. Ну и теперь буквально за три минуты о том, что такое идеальный центр. Откуда вообще взялась идея? На самом деле, сегодня уже были похожие презентации. Идея взялась из того, о чем говорил Игорь Стефанов по поводу грома, который гремит. И на самом деле он гремит, действительно. И когда мы смотрим на картины мира, об этом уже говорили, да? У нас действительно исследований мало относительно развитых стран. И вопрос, почему они к нам не приходят. Потенциал наш огромен. Дальше. В России, да, есть общий рост, о чем говорил Иван Суренович, учитывая исследования биоэквивалентности. Но если взять международные исследования, которые с синеньким столбиком, то они не растут в последние годы. И что нам нужно делать? Дальше. Замечательный момент, который тоже был, уже упоминался. Конкуренция. Конкуренция международная, о ней сегодня много говорили. Но вдумайтесь, у нас более 1200 центров аккредитованных. И борются они все за 300 исследований международных, если брать. Более того, если вот разложить эту статистику по плотности, то получается, что да, у нас есть порядка, не знаю, там, 5 с небольшим процентом монстров, которые проводят более 50 исследований. Среди них есть замечательный институт имени Петрова, который организовал этот круглый стол. Но на пятки наступает тысяча с лишним организаций. То есть, получается, что сидеть на месте нельзя. И что мы подумали? Действительно, мы видим, что все наши центры стараются, все хорошие. И у кого-то получается одно, у кого-то получается другое. Но при этом площадок, где в центре все вместе встретились и обменялись опытом, и практики хорошие друг у друга позаимствовали, такого нет. Поэтому мы что сделали? Мы взяли и провели анализ тех практик, которые исследователи используют, и постарались все это собрать в одну презентацию. Я, к сожалению, не смогу вам детально ее сейчас показать всю. То есть, я пробегусь по слайдам. Если вы заинтересованы, пожалуйста, можно по кувару подойти. Я готов с вами эту информацию поделиться. Никаких секретов здесь нет. Пожалуйста. Значит, что же получилось? Мы разделили структуру этой презентации такая. Мы готовимся проводить исследования. Если мы уже их проводим, то никогда не поздно остановиться и сделать ряд шагов, которые позволят в дальнейшем более системно работать. Ну, тут анализ, анализ, анализ. Естественно, нам нужно понимать все наши возможности во всех аспектах. Дальше. Если мы хорошо проанализировали, значит, мы знаем свои преимущества и недостатки, знаем, что делать. И более того, у нас есть портфолио. Вот, кстати, я могу сказать, что меня впечатлила вот эта работа, в том числе и тем, что здесь существует портфолио учреждений. На моей памяти это первый раз. И я считаю, что это должно быть у каждой организации, которая занимается клиническими исследованиями. Дальше. Дальше мы начинаем отбирать центры. И тут вот я вам могу привести замечательный пример. Тут приведены сроки. 24 часа подписать соглашение к дефицитальности и в 48 часов заполнить опросник. Причем не просто его заполнить, а качественно. И всю туда информацию аккуратно внести. В том числе те количество пациентов, которые вы ожидаете, вы сможете набрать. У меня к вам вопрос. Как вы думаете, сколько процентов центров не попадают в исследование из-за того, что они не вовремя на опросник ответили? Ну, зависит. Я думаю, что, то есть, по крайней мере, по нашим оценкам, 30 точно. Да, причем это могут быть хорошие центры. Опытные. И все очень занятые. Понятно, потому что клинические исследования – это не единственная работа. Но это тот момент, где время играет решающую роль. Дальше. Соответственно, если вы сроки выдерживаете, вы попадаете во все исследования, в которые вы готовы попасть. Дальше. А дальше мы построили эту презентацию таким образом. Знаете, такое есть английское слово «проактивность», которое я даже не знаю, как перевести на русский язык правильно. Так вот, если мы с вами подходим к работе «проактивность», то у нас все получается. В частности, что мы предлагаем? Мы предлагаем не ждать, когда монитор к вам приедет на визит, а немножко подготовиться к этому визиту. И вот здесь представлено то, что нужно сделать в центре для того, чтобы подготовиться к визиту селекции. Простые вещи сделали. Визит пройдет успешно. И успешно – это далеко не значит, что вас взяли в исследование. В частности, успешно визит будет читаться, если вы хорошо подготовившись поймете, что это исследование не для вас, и сообщите об этом монитору. Но если вы не можете, то лучше не браться, потому что репутация ваша будет страдать потом. Количество ошибок тем самым мы снизим. Дальше у нас начинается период стартап. И тут два слайда про документы. Документов очень много, естественно. Но удивительная вещь. В наши центры во многие обращаются все возможные компании и просят предоставить одни и те же документы. И если у вас 10 исследований, то вам будет звонить 10 человек и просить одни и те же документы. Да, может быть, с разбросом в течение года какого-то, но тем не менее. Документы одни и те же. Что мешает нам эти документы раз в год собирать, потому что их чаще, редко, когда надо обновлять. И, например, выложить куда-нибудь на общий диск и давать доступ к компании. У компании всегда будет доступ, и вам не будут звонить постоянно. Ваша задача будет только обновлять эти документы раз в год. А документы в список, вот видите, на две страницы. Причем, как видите, вывод простой. Это, прежде всего, сэкономит ваше время. Ну и, безусловно, сэкономит время компания. Дальше мы готовимся к визиту открытия. Это очень важно. Я не буду вдаваться в подробности здесь. Как я сказал, готов поделиться этой информацией. Но, тем не менее, к визиту открытия мы подготовились, провели, все хорошо. Идеальный визит открытия – это когда мы можем на следующий день включить первого пациента. Конечно, когда мы говорим про редкие заболевания, это не работает. Иной раз, когда обедет пациент в год ожидания, это не работает. Но, тем не менее, если мы берем исследования с более часто встречающимися заболеваниями, это идеальная ситуация. Тот центр, который будет в состоянии таким образом действовать, будет идеальным для любого заказчика. Дальше в течение активного периода исследования, когда идет набор, когда с данными вы работаете, тут, конечно, понятно, что вам надо и к визитам мониторинговым тоже готовиться определенным образом. Более того, у нас еще теперь удаленных визитов достаточно много. Причем удаленный визит – это не 5 минут поговорить с монитором, а это достаточно большая работа. И чем лучше мы к нему готовы, тем лучше у нас получаться будет. Но, тем не менее, есть ряд таких вот рутинных активностей, которые, если вы делаете регулярно, то исследование идет достаточно гладко. Их тут тоже достаточно много. Про оплаты. Ну, про оплаты – это такой достаточно простой пункт. Я думаю, что даже не будем останавливаться. Дальше мы готовим исследование к закрытию. И опять же, вы готовитесь. То есть, понятно, что монитор может приехать и сделать всю работу. Но, как правило, если центр к закрытию не готов, то остается куча долгов. Потом монитору надо вам еще звонить, от вас что-то просить, добиваться. И это тяжело. Более того, в хорошо подготовленном центре визит-закрытие занимает, как вы думаете, сколько времени? Ну, один, максимум два часа, максимум. И не будет монитор у вас целый день сидеть, вас отвлекать, просить, что-то. Время сэкономит. При этом, по результату визита-закрытия, мы, в общем, передадим нашему заказчику документы в идеальном виде, и он будет счастлив. Ну, и, собственно, выводы. Выводы очень, на самом деле, удивительные. Первое. Как правило, все, что делается в исследованиях, работа делается по запросу. То есть, я не говорю, что все, но часто такая наша жизнь показывает, что работаем мы с исследовательскими центрами таким образом. Монитору надо позвонить, после этого приходит какой-то результат. При этом, то, что он просит, оно не уникально. Понятно, что он это будет просить, в любом случае, по всем исследованиям. Соответственно, время реакции на запросы играет роль. Но, в то же время, если вы, исследовательский центр наш, вы понимаете, что от вас хотят, то совершенно необязательно ждать этих запросов, потому что понятно, когда и что от вас будут хотеть. Если мы сможем с вами, ну, я не говорю про сто процентов, но если мы сможем двигаться серьезно в эту сторону, в сторону проактивности пресловутой, мы готовы вас поддерживать информативно. Я могу сказать, что если говорить про мою презентацию, ее можно критиковать, безусловно, но ее можно взять за основу просто как галочки, проставлять, что мы делаем, в какой момент времени. Да, и тем самым мы достигнем существенного повышения эффективности и качества исследований в наших центрах, а наши центры – это наше все. Потому что как бы мы с коллегами из контрактных организаций наших уважаемых спонсоров не старались, без вас у нас не будет самого главного – пациентов и данных, которые мы передаем заказчикам. Вот, собственно, то, что я хотел сказать. Спасибо большое. Спасибо большое. Есть ли вопросы какие-то? Нет? Нет. Хорошо, спасибо. Тогда переходим к следующему. Где, где? Где вопрос есть? Я хотел сказать слова Владимиру. Потому что это одна из таких немногих компаний, которые идут всегда навстречу центрам. Да, и вот у нас была эта программа, когда партнерская. Да, Владимир приезжал, помогал. Как-то, и мне кажется, что может быть, такой вот формат круглого стола позволит, ну, потому что Владимир один, условно, а центров много. Может, позволит как-то больше давать эту информацию полезную, и мы потянемся вместе куда-нибудь. Высоко и хорошо. Полетим к светлому будущему. Спасибо.